Дорогие друзья, любители варгана и ценители этнической музыки, представляем вашему вниманию интервью с замечательным мастером из города Хабаровск Александром Михайловичем Дубровским. Александр Михайлович создает варганы, и не просто варганы, а настоящие якутские хомусы. На сегодняшний день Александр Михайлович является достаточно известным мастером на территории России, и его мастерство признают не только музыканты, но и сами якутские мастера и кузнецы. Мы поговорим с Александром Михайловичем о том, как он заинтересовался этим инструментом, как начал изготавливать собственные хомусы, а также о якутских традициях, связанных с хомусом, с его изготовлением и игрой на этом инструменте. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, как произошло ваше знакомство с этим архаичным музыкальным инструментом, органом? При каких обстоятельствах? Когда? Знакомство? Да. Самое первое знакомство – это в далеком детстве, когда во дворе нашли разбитую гармошку или баян. Ну и, естественно, там состоит он из очень многих таких маленьких варганчиков. Язычок, прямоугольные, значит, плашечки прикрепаны. И когда в рот его берешь, воздух гоняешь, он, естественно, жужжит. Это, наверное, самое первое было знакомство. Ну, потом это все забылось. Ну, так еще раньше по радио постоянно как-то периодически, в старые времена, запускали звук варгана, когда особенно передача шла о севере, там. Тоже интересное звучание, привлекающее внимание. А уже, наверное, в году 2002-м к нам в Хабаровск приезжали сюда представители из Якутии с какой-то там выставкой народного прикладного искусства. И у нас вот в арт-подвальщике проходила эта выставка. И по телевидению показали, стою, значит, девушка, и на хамусе, значит, мелодику, ну, что-то там играет. Естественно, ему понравилось, захотелось. Вот, пошел туда, нашел эту девушку, пообщался с ней. Вот, естественно, что на тот момент они оказались, ну, на всяком случае, по ее оценочным, так сказать, данным, очень дорогие и практически, что невозможно было вообще достать. Вот. Ну, невозможно, значит, невозможно. Показали потом через какое-то время у нас по телевидению строицкого ансамбля, значит, на Найце. И вот целый ансамбль, там человек пять или шесть было. И вот они все играют на таких инструментах. Ну, уже здесь через знакомых, через диаспору вышли туда. Думаю, ну, если играют, значит, есть мастера, значит, что-то делают. Вот. Оказалось, что ничего не делают мастеров, у Найцев нету. А играют они на якутских инструментах, которые приобретают у якутов. Ну, так, невозможность достать, немножко забылось. После этого, значит, проходит у нас опять какой-то, значит, по телевидению репортаж идет. Вот. И Хабаровский, значит, врач, психотерапевт, и он увлекается этими вещами. И у него небольшая коллекция, значит, и он, значит, на телевидении все это рассказывает. И демонстрирует игру, и демонстрирует сам инструмент. Так вот на ладошке держит его, показывает на камеру. Ну, я думаю, посмотрел, форму запомнил. Думаю, сделаю сам, раз не могу достать. Ну, форму повторил, только не звучал совершенно никак. Ну, на время оставил попытки. Ну, в 2004 году, совершенно случайно, оказался на ярмарке у нас. Каждую осень проходит ярмарка региональная. Представители всего Дальнего Востока съезжаются со своими товарами. Ну, я думаю, пойду, еще раз попытаюсь счастья. Нашел старого деда-нанайца, который так это ловко туискиплю тут же делал на глазах из бересты. Ну, и стал с ним разговаривать. Он говорит, да, говорит, у меня, говорит, есть инструмент. Остался там от прадеда, медалический, я на нем играю. Я говорю, а мастера есть, у вас нет, говорит, мастеров нету. Вот, и естественно, что продать я его тоже не могу. Ну, говорит, а что, говорит, молодой человек, а он, говорит, якутский стенд там у них, говорит, вчера продавались. Я на якутский стенд, гляжу, точно лежат. Три штуки лежало. Ну, на 2004 год они, стоимость была якутского хомуса полторы тысячи. Ну, в то время это достаточно была, сумма тоже большая. И причем еще дед, говорит, там по тысяче рублей вроде как были. Ну, я спрашиваю, там стоит парень молодой, я спрашиваю, вот, говорю, были у вас, говорит, по тысяче рублей. Да, говорит, были, но то ученические, а это, говорит, профессиональные лежат. И что, и как он, я говорю, можно попробовать. Вот на что он мне сказал, не можно, а нужно. Ну, и показал, как, ну, и буквально стоя около него минут 5-10, я начал так это, как это, раз, звук какой-то появился, появился звук, появился интерес. Ну, в итоге случилось так, что я его все-таки приобрел, этот хомус. Ну, и первые полгода мне этот парнишка показал, там, некоторые приемы игры. Вот, и вот полгода я осваивал якутский стиль игровой. А потом, мой приятель, друг, значит, сам музыкант, я ему как-то, будучи на рыбалке, продемонстрировал инструмент. У него глаза загорелись, да, говорит, здорово, интересно все звучит. Ну, для меня, говорит, непонятно, как для музыканта. Ты мне, говорит, сыграй что-нибудь, чтобы я понял, что сыграть. Он говорит, ну, мелодию, я не знаю, как бы, не пытался, я даже не знаю, с чего начать-то играть. Какую мелодию? Он говорит, ну, хотя бы, говорит, лесу родилась елочка, сыграй. Я на этом и подвис. Ну, и после этого меня зацепило это, конечно. И я, наверное, в течение месяцев-двух пытался понять, как все-таки из хомуса извлечь мелодическую игру. И, так сказать, опытным путем я пришел к тому, что научился играть гаммы. Вот, научился одну, потом другую на повышение, третью на повышение. То есть, и так и пошло, и поехало, и в конце концов я все-таки эту елочку разучил. Ну, разучив одну мелодию, понимаешь принцип воспроизведения, и остальные мелодии уже просто воспроизводятся как бы сами собой. Если ты ее в голове держишь, ты играешь, крутишь ее как пластинку, то все, что ты там крутишь в голове, все ты выдаешь тут же на их инструменты. Так вот я и пришел к хомусу. Но, когда разучил мелодии на якутском хомусе, уже через примерно год он меня перестал как бы удовлетворять, потому что диапазон у него был, скажем так, не самый большой, игровой. И в то же время уже познакомился с этим врачом, которого показывали по телевидению. И вот начал делать после этого. Уже попытался повторить якутский хомус. Ну, где-то, наверное, с попытки третья у меня все-таки получилось, добил звук, причем не самый плохой. Ну, так и пошло. Так вот я и пришел к этому делу. А скажите, до Варгана вы, может быть, играли или играете сейчас на других музыкальных инструментах? Как вы были связаны с музыкой до этого? До Варгана я, ну, уже будучи взрослым, уже после школы, в армии, научился играть на гитаре. Ну, не профессионально, скажем, а так, для себя любительские песни пел. Вот. Играл. Ну, потом уже после армии служил в органах внутренних дел. Ну, там немножко пострадал. Вот. И потерял концевые фаланги на левой руке. Естественно, что гитара уже отпала. Поэтому, так, не играя больше ни на каких, могу на бубни поиграть. Ну, я знаю, что у вас есть флейты североамериканских индейцев. На флейтах так. На публику навряд ли. Так, для себя что-то дома погудеть маленько. Ну, и, собственно, у вас есть и навыки горлового пения. Ну, это тоже смешно назвать. Самый-самый, если, так скажем, взять, допустим, градацию. Ты школьник, и ты студент, или ты профессор. То я, наверное, на уровне первого класса по горловому пению. Не больше. Ну, тем не менее, получается, что Варган для вас стал вторым, так сказать, шансом для приобщения к музыкальному миру? Можно, так сказать? Можно, да. Где-то, наверное, так и есть. Хотя, в принципе, интересная вещь, когда уже в десятом году сделал, было у меня несколько инструментов, ну, всего девять этих таких было, в виде черепахи я делал. Вот, и самый первый инструмент, который я сделал, он был весь из бронзы сделанный. И самое парадоксальное, я украсил их обычными стразами, то есть камешки такие, фионитики. Ну, блестят, как бриллиантики. Вот, там была черепаха, значит, и было девять бриллиантов, таких фионитов вставлено в панцирь. И вот у меня один клиент его, только увидел, сразу забрал, попробовал на звук и моментально его. Ну, буквально через неделю он уже жаловался, что ее украли у него. После этого я уже сделал еще восемь штук, ну, уже из металла. Вот, и вторую и третью черепаху я тоже украшал. Брал, только уже не фионитами, а брал что-то другое, там корунды были, ну, подрубины такие. Ну, тоже красивые камни. Вот, вторую черепаху я подарил в музее Хамуса в Якутске, через наше представительство наше в Хабаровске. Пришел к ним, так и так. Ну, а с представительством мы познакомились проще. Нас приглашали потом с моим приятелем, с доктором, мы с ним группу создали, ну, не группу, а дуэт. И нас приглашали на ночь в музей, где мы играли. И вот там у нас представители Якутского, значит, диаспоры нас заметили, что вот родные, мол, звуки услышали, пришли, познакомились. И потом уже вот в представительство уже я как бы, ну, могу смело приходить, если что-то надо, общаться с ними. И я пришел им, предложил в подарок в музей черепаху этот передать. Ну, оформили все официально, естественно, что музей просто так принесешь, тебя просто его не возьмут. Это все нужно делать официально, через документы. Вот, и где-то летом, в августе я эту черепаху передал, а в ноябре уже с 10-го того же года мне позвонили с представительства и пригласили туда навстречу. Приехал, значит, директор этого музея Николай Спиридонович Шишегин. Вот, с ним приехал его брат, виртуоз, хомусист мира Спиридон Спиридонович. И приехал мастер, вот, Михаил Мальцев. Ну, сейчас он уже в 11-м году, он занял первое место на международном фестивале. Они были проездом в Японию ехали, ну, остановились здесь, и вот мы с ними, наверное, часа 4 общались, разговаривали. Вот, и тогда у меня оставалась еще одна черепаха, я ее подарил Спиридону. Вот, опять же, Николай Спиридонович для музея там выпросил несколько инструментов, я отдал опять в подарок. Вот, Миша Мальцеву подарил инструмент. А уже, то есть, черепаху я Спиридону отдал в подарок, а еще он попросил один инструмент на обмен. И вот мы с ним обменялись, он мне отдал инструмент мастера Христофорова. Небольшой такой маленький хомусик, в ноте ля диез. Ну, он, конечно, звучит, да. Высокий очень. Очень-очень высокий, и очень-очень тяжело играть, у него жесткий язычок очень сильно. Короткий, широкий, жесткий язык. Тяжело. Но все равно, для коллекции он мне лежит. Так иногда очень редко достанешь, попринчишь на него. И вот они, когда пообщались со мной, они, значит, пригласили меня уже в одиннадцатом году, фестиваль международный был. Пригласили принять участие. Ну, ездил туда, принимал участие как мастер. Ну, оттуда вернулся. Ну, естественно, что первый раз приезжаешь, ты навряд ли что-то займешь там тут даже. Тем более с якутскими мастерами там тягаться мне в ту пору было никак. Ну, очень много познакомился так вот напрямую, многих знаю. Остальных заочно знаю. Вот, если кто будет из якутских мастеров смотреть, то всем привет большой. Это из Хабаровска. Удачи в творчестве. Здоровья большого им. Особенно Иннокентию Никищичу Готовцеву. Самое интересное, что когда они уехали, то есть в ноябре, они были в конце ноября и уехали. И буквально где-то в декабре, Нет, не в декабре, они были где-то в начале, наверное, ноября. А в конце ноября раздается звонок. И голос такой по-русски с акцентом, конечно, чувствую, что не наш, не русский человек. Ну, и так, и так вот. Я ваш телефон дал Николай Спиридонович и Шигин. Я один из мастеров, сейчас нахожусь в Хабаровске. Как бы с вами встретиться? Ну, хорошо, давайте. Но дело в том, что он приезжал сюда, как раз был Иннокентий Никищич Готовцев. Он приезжал сюда по своим делам на семинар и был занят. Но последний день, наверное, на семинар он освободился рано. Позвонил. Ну, и, естественно, я с работы отпросился. Как бы с начальством нормально были отношения. Если надо было, он мог отпроситься в любое время. И я его встретил. И такой, на первый взгляд, такой маленький, невысокий, ростый дедушка. И первым делом, как он в машину сел ко мне, мы встречались у нас на площади, там на Комсомольской, зима, снег. Он говорит, так и так вот, а можно на ту сторону переехать, там у меня жена в такси. Я говорю, так, конечно, переехали, он, значит, ее с такси забирает, пересаживает машину ко мне и говорит, ну, так и так вот, типа, ну, как бы с финансами напряженка. То есть здесь не рассчитали, потратились. Вот, и из гостиницы сегодня съехали, а самолет у нас только там завтра или когда. Ну, в общем, негде там. Я говорю, да без проблем. И увез к себе. Ну, тут же, естественно, пока там еду готовил, то сюда, чай там, то он мне сразу, а, сначала он мне свой инструмент подарил. Вот, хочу, говорит, подарок сделать. Ну, и сразу, говорит, это, говорит, не самый мой лучший. Вот, просто в попихах, в торопях, то есть вот что было, взял в руку. Вот, ну, естественно, я ему тоже подарок сделал, хамус отдал свой. И он мне тут же так, это, ненавязчиво посмотрел мои работы какие были, оценил их. И говорит, неси, говорит, листок бумаги, карандаш. И сразу давай на листке, то есть рисует схему, как сделать хамус. Вот. И рассказывает про себя там, все это, что... В принципе, я уже потом это понял, что вот его хамусы, в отличие от якутских, от традиционных, они отличаются. Причем, традиционный якутский хамус, ну, это вот кованый, кольцо, ну, естественно, такого образца. А нетрадиционный, просто пластина металлическая. И в этой пластине вырезается там и рисунок, и все. И язычок он не заклепывает, а прикручивает на два болтика, даже на один. Один кончик язычка он садит на точечную сварочку, и один болтик. В отличие от традиционных якутских хамусов, у него звук намного мощнее, вот если сравнивать, любого мастера брать, у него очень мощный звук. Даже сами мастера это признают, но признавая его звучание, они в то же время как бы немножко так отстраняются от того, что он делает нетрадиционный хамус. То есть у них вот политика такая, что традиция должна быть соблюдена. То, что нетрадиционный, да, звучит все хорошо, красиво, но нетрадиционный же он. Традиции, то есть имеют важное значение. Да. Может быть вы тогда расскажете немного про именно традиции, связанные и с игрой на варгане, и с изготовлением варгана именно в якутской культуре. Вы же смогли познакомиться с этим как бы внутри уже. Ну, знаешь, я не сказал бы, что там очень сильно познакомился с ихними традициями. Так, самую-самую малость, то есть... Хамус, для якута хамус, наверное, это... Не знаю, как бы так сказать. Наверное, цель жизни может. Но хамус это всё. Вот я бы, скажем так, не позавидовал бы тому человеку, который приехал бы к ним в республику, собрал бы вокруг себя там кучу народа, поднял бы так хамус вверх и сказал бы, что это безделушка, это ерунда и ничего не стоит. Ну, самое малое бы, что, наверное, его бы в тот же день с великими почестями проводили бы в Освоясе. Это, наверное, самое малое. Почести, я думаю, будут не самые почётные. Ну, а по большому счёту, я не отрицаю этот вариант, что он просто бы вообще не вернулся с этой сякутией. Потому что хамус для якута – это всё. Он для него, во-первых, это отношение к предкам. Как вот мне сказал Николай Сергеевич Шишегин, у которого тоже есть инструмент моей работы, который он постоянно носит на груди и демонстрирует всем. Он как-то, приезжая сюда, сказал, что я, говорит, когда заиграл на этом инструменте, у меня, говорит, всё тут как зашевелилось, и я сразу вспомнил своих предков. Такое вот ощущение, что я, говорит, с ними пообщался. И на душе стало очень легко. Я знаю, что в традиции они занимаются лечением, хамуса лечением. Насколько мне известно, то вот брат Николая Спиридон Шишегин, он живёт не в самом Якутске, а там километров сто, в Якутске, Покровск, город Покровск, он там директором школы работает. И заодно он там же, в Покровске, занимается хамусо-лечением. У него, ну, не знаю, как это называть правильно, отдельный домик стоит из бревен такой. Я видел на видео с ним, вот он показывал. И вот он там собирает людей и занимается хамусо-терапией. Насколько мне известно, у них даже в поликлиниках врачи некоторые заболевания рекомендуют именно лечить хамусом. Ну, во всяком случае, заболевания горла, вот ангины, там, танзелиты, вот это всё, это хамус. Это я на себе испытал, я когда приобретал свой якутский, мне парнишка сразу сказал, если у вас есть гланды, поиграв полгода на хамусе, вы забудете о них навсегда. И действительно так оно и произошло. До этого у меня постоянно там промочил ноги, простыл, гланды опухли, глотать больно, есть не можешь, всё болит, всё распухло. А сейчас нет, ну, простыл ты, а гланд нету. Как будто они их, как будто вырезали. Это вот действительно есть такой момент. Некоторые заболевания глаз они лечат хамусом. Есть такое. То есть факт в том, что хамус массирует всю голову изнутри, так скажем. Да, вибрации, но тут ещё зависит от хамуса, от язычка, от жёсткости. Я делал там парочку хамусов, когда ты ударил, у тебя аж до пяток, до костей дрожь идёт, и глаза вот так вот аж вибрируют. Было такое. Но для игры такие тяжело. Да и даже не посоветовал даже никому для медитации такой хамус. Для медитации хамус должен давать только звук, а не такую огромную вибрацию. То есть идёт именно звуковые вот эти вот волны должны проходить, а не просто вот эта трясучка, что всё вибрирует, и ты такой в счастье. А, ну ты больше трёх, четырёх, пяти минут не поиграешь на таком. У тебя просто голова заболит. А хамус должен такой быть, что если ты сел играть, ты можешь и полчаса, и час, и полтора, и до вечера, и до утра, ты можешь играть, 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 играть. Чтобы было приятно и получать удовольствие. Да, действительно. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите про якутской традиции, и что они даже не всех своих мастеров, скажем так, признают. А как получилось с вашими? Нет. Не то, что признают, а именно... Нет, просто у них, вот у мастеров, кузнецов, у тех, которые очень, ну, уже заслуженные такие, там, завоёвывают, там, много медалей на конкурсах, выигрывают всё это, то им присваивают, как бы дают второе имя якутское. Ну, допустим, вот Револе Чемчоев, да, у него второе имя Чемчоо Уус. То есть оно составлено от его, как бы, фамилий, а Уус – это означает кузнец. Ну, такое имя есть не у всех. У меня вот есть каталог, который я привёз. Ну, там, я считал, там более семидесяти, в каталоге на одиннадцатый год было более семидесяти мастеров. Ну, там и приведены, которые уже давно ушли из жизни. Вот, совсем уже старые-старые мастера. Вот. Но вот из всех тех, кто были живые, я посчитал, там, ну, порядка, может, больше десятка только имеют такое второе имя. Сейчас не знаю, как с этим уже обстоят, то есть прошло с одиннадцатого года, шесть лет, а там не было. Может, ещё добавились имена. Но факт то, что не у всех есть такое имя. Ну, вот в прошлом или в позапрошлом году, наверное, в позапрошлом, вот, я удостоился такого второго имени. Сами якуты, они там, Николай Спиридонович Шишигин его придумал, вот. Они там обговорили это дело с мастерами, со стариками. И дали мне такое имя, второе имя. Вот. И звучит оно так, Хабарай Ууз. Ну, как он мне потом объяснял, Николай Спиридонович, что Хабарай, оно состоит, как бы, из двух якутских слов. Ну, и как раз вот от слова Хабарос к Хабар. Ну, по-якутски Хабар, если с якутского переводить, это Ловкий, Умелый, Познающий. А Ай – это Творящий. Творец, Творящий. Вот. Поэтому, получается, если говорить Хабарай, то Ловкий Творец, или Умелый Творец, или Умелый Творящий Кузнец. То есть Ууз – это Кузнец. Вот так вот они мне дали имя такое. Ну, то есть, теперь можно с уверенностью сказать, что ваши варганы – это не просто варганы, а именно якутские хомусы. Да, это якутский хомус. Хомус. Это, ну, как сказал мне Николай Спиридонович Шишигин, они это признали, да. Хоть я и не завоевывал таких больших мест, ну, на том конкурсе, на котором я был, ну, в финал там я вышел, вот. Но не более того. Финалист там был, ну. То есть это признание от самого сообщества мастеров, это даже, я думаю, более… Ну, да, наверное, да. Да, признание того, что меня признали якуты, для меня, наверное, это более важно, чем занять было там какое-то место. Конечно, место тоже хорошо, но… Какие годы? Ещё, может, успеем когда-нибудь. Я думаю, обязательно. Вот не важно. Ну, это не самое важное, я считаю. Понимаешь, от того, что я не занял какое-то место, ну что, не стали хуже звучать? Я думаю, что нет. Единственное, что звучание у них своеобразное. Дело в том, что я создавал свои инструменты, ну, как в основном у большинства, допустим, игроков с запада страны, да и европейцев. То есть у них практикуется открытое дыхание, то есть дыхание через рот. Вот, если берётся, допустим, это открытый звук, там, они делят открытый-закрытый звук, и если берётся закрытый звук, то он берётся на задержке дыхания коротком, звучит, и потом снова опять дышишь. То на моих работах, наверное, лучше играть на закрытом дыхании. То есть дыхание через нос спокойное, не зацикливаясь, не думая о том, вдохнуть или выдохнуть. Просто вот ты живёшь, ты же не дышишь когда, ты же не думаешь, что вот сейчас отдохну, а сейчас не вдохну, да? Ты просто дышишь, так и здесь. И вот именно на таком дыхании вот их потенциал больше всего раскрывается. То есть, я думаю, так как Вы именно практикуете с самого начала именно мелодическую игру, то есть использование абертонов активное, то и Ваши инструменты, то есть именно для этого лучше всего подходят. Ну да, наибольшее количество абертонов можно взять именно на закрытом дыхании. На открытом дыхании, ну, не так уж много. Ты, ну, выхватишься, ну, октаву, ну, полторы. Ну, две это с натяжкой. То на закрытом дыхании я спокойно выбираю до четырёх, четыре с половиной октавы. Ну, если так можно, если сказать, назвать, допустим, точно эти октавами, как, допустим, на фортепиано там октава, на тон повышение октавы, ещё на тон, то на хамусе или в органе, наверное, ты на тон, на тон и на тон тяжело будет. Здесь, скорее всего, повышение идёт, может, на четверть тона, на полтона. Но для в органа, для такого архаичного инструмента я вот эти повышения, всё, что ты вот отработал, допустим, гамму взял, повысился, ещё гамму взял, то и ещё, и ещё так вот, то можно назвать, что да, это октавки такие, в органные. Ну, в принципе, это даёт возможность исполнять любые сложные мелодии. Причём достаточно легко и быстро учатся всё это. Не надо, допустим, заучивать, как вот у нас мастера там делают, ну, перекладывают ноты, перекладывают на... оцифровывать их, то есть, чётный, допустим, нечётный звук, это открытый звук, там, чётный, закрытый, и... То есть, оцифровать нужно всё это, потом это сидеть, долго-долго учить. То здесь, наверное, всё проще делается. Если ты знаешь мелодию, и ты можешь её просто спеть голосом, то никаких проблем нету исполнить её на хамусе. Скажем так, интуитивное исполнение, да? Да, скорее всего, да, интуитивное такое исполнение. Ну, вот, если продолжить тему о традициях, то, что меня удивило, когда я попал в Якутию, уже когда познакомился там с Алексеевым Иваном Егорычем, то есть, тоже ихний патриарх, они когда-то начинали в одном ансамбле со Спиридоном играли, вот, и там ещё многие люди, сейчас уже всех так по именам не упомнишь. Что меня удивило, на следующий день, когда я с гостиницы уже шёл туда, значит, в музей хамуса, по дороге встречаю, значит, Ивана Егорыча, и его первый вопрос, ну, помимо того, что здравствуйте, здравствуйте, как дела? Как вам спалось? А вас покормили? А у вас вот это хорошо, всё, ничего плохого, вопросы, может, какие-то пожелания? Я говорю, нет, всё нормально, всё, да, всё хорошо. Вот, идёшь дальше, встречаешь ещё кого-то, те же самые вопросы, а та, а то, почему, всё ли нормально, да, нормально. меня это первый день немножко напрягало. Излишнее внимания. Да, получилось так, что вот я заехал туда немножко на один день раньше, то есть, допустим, если нужно было сегодня прибыть, в день прибытия там, мастеров, то я заехал, ну, вчерашним вечером, может, на такси доехал с Алданом, вот, и первый день, как бы вот ночью, я был один в гостинице, то есть, там, никого, на второй день они начали только собираться, к обеду, там, всё это, вот, и уже потом я познакомился, то есть, меня поселили в номер, ну, на двоих, и обещали, что будет со мной Иннокентий Никитич Готовцев, но он не смог приехать по причине, ну, болезни, вот, и меня уже, бродя по музею, самое интересное, что я пришёл в музей, мне так, хотите, говорит, посмотреть экспозицию, конечно, не хочу, никого нету, они мне открывают зал, идите, смотрите, и вот я там один, бродил по этим экспозициям, ну, там, на тот момент, там, порядка, наверное, тысячи полторы, тысячи шестьсот различных хамусов лежало, всех народов мира практически, вот, и начиная от самых старых, якутских, и заканчивая последними их разработками, модельками, и все, все народы, я всё это обошёл, просмотрел, и потом уже, когда начали заезжать к мастера, уже смотрю такой, парень идёт молодой, так, пригнулся, и смотрит у меня на бейджик, здесь, о, Дубровский, Александр, да, ну, мне, Никитич про вас рассказывал много, я, говорит, его ученик тоже, то после меня, то есть, как у деда школы, побывал, он взял ученика, я тоже его обучил, ну, и мы с ним жили, вот, в одном номере поселили, нас тогда, раз, Никитича не было, это, Нюргустан Уваров, Нюргун, вот, тоже интересный такой, парень, учителем работал, ну, и рисует, и художник он, тоже, и вот сейчас занялся уже, кузнецом стал, уже делает свои инструменты, уже кованые делает даже, и, насколько мне известно, у него тоже есть подарок, мой инструмент, он мне как-то звонил, говорит, о, я на твоем инструменте по вечерам играю, перед сном, говорит, чтобы успокоиться, все это, чтобы сны хорошие были, насколько мне сейчас известно, он уже сделал копию моего инструмента, то есть внутреннюю поверхность, именно такую же сделал, вот, в деке, как я делаю, то есть такие поверхности на деке никто больше не делает, но пока что, это нудный, длительный процесс, вытачивается вручную, только вручную, потому что получается заточка бритвенная, бритвенная заточка, на бритву сводится так вот, все, если смотреть так вот, по срезу, то получается полукруг, из двух полукругов, то есть состоит это все, и вот мне потом нюргун, когда меня это уже немножко стало напрягать, потому что, какой бы день ни пришел, куда бы там, в музей, там еще куда, если тебя кто-то уже знает, то обязательно зададут вопрос, а как-то, а что и почему, а хорошо ли тебе спалось, там и прочее, меня это стало немножко как бы напрягать, ну конечно, неплохо, но когда слишком часто тоже, думаешь, а может ты что-то не так сделал, я задаю вопрос нюргун, нюргун говорит, почему, что такое, вот так, а ты не переживай, у нас, говорит, в Якутии самый страшный грех – обидеть кузнеца, можно обидеть шамана, а потом попросить у него прощения, у шамана, и шаман простит, дары ему принесешь, говорит, он простит, а обидел кузнеца, даже если ты у кузнеца попросишь прощения, и он тебя простит, то инструмент не простит, ты потом же у этого кузнеца возьмешь инструмент, Инструмент тебе отомстит Не знаю, говорит, как Он тебе язычком порвет губу, порежет язык Но месть будет по-любому Это, говорит, самый страшный грех Поэтому Ты привыкай, говорит, к этому отношению Кузнецов у нас тут уважают И действительно у них кузнецов Хорошо Уважение большое к кузнецам, к мастерам Потому что по иерархической лестнице у них в Якутии Мастер, кузнец, который делает инструмент Для шамана, тот же хамус Он стоит на ступеньку выше, чем шаман То есть сперва мастер, а потом шаман И самое интересное, что в 2011 году, когда я уже вернулся Оттуда с фестиваля Где-то в сентябре месяце Звонок с представительства Вы можете приехать к нам? Я говорю, да А в чем проблема? Что-то срочно там случилось? Нет, нет, говорит, все нормально Просто приезжайте Я приехал Оказалось, здесь был проездом ансамбль Так-то Насколько я не ошибаюсь, то на русский язык переводится Жук, по-моему Насколько я знаю Могу ошибиться В ансамбле, в основном, играют пожилые женщины Статинского улуса И среди них одна из бабушек, она потомственный шаман И еще у них в ансамбле есть парнишка, его зовут Олесь Ну, на то время ему было 15 лет, когда он приезжал Сейчас-то уже взрослый парень У него, кстати, тоже есть мой инструмент Они тогда приобрели Но дело в том, что они пригласили меня для того, чтобы посвятить в Якуты Для меня, конечно, это была новость такая необычная Они мне говорят, вы ничего не бойтесь, не волнуйтесь, ничего страшного Ну и все это шаманское одеяние, все как положено Камлание, окуривание Все чин по чину И в конце, значит, в подарок преподносят налобную повязку Которая связана из конского волоса Ну, а у якутов, ихняя лошадка, это священная такая вещь Якутский конь Они очень такие маленькие, похожи чем-то на пони Я когда первый раз их увидел, думаю, пони что ли гуляют А они, оказывается, лошадки малюсенькие такие Покрыты шерстью достаточно густой Как говорят нюргуны, морозы вообще по барабану Они говорят, так вот по пояс снегу бродят, там что-то ищут, питаются все зимует Ну и, короче, повязка налобная состоит из двух цветов Значит, общая повязка имеет серый оттенок А по центру связана из белого конского волоса Круг, который символизирует солнце Это вот, к примеру, об язычестве, язычники, да? А солнце на первом месте И эта бабушка мне говорит, что такую повязку, говорит, купить у нас нельзя Ее можно только заслужить Ну, поделки из конского волоса они всякие продают И шляпы, вот, говорит, все можно купить, пожалуйста И шляпу тебе, там, и комарила-махалку, там Комарогонялку, такой хвост конский на палке Комаров гоняет А вот повязку такую только заслужить надо И она еще добавила, что Человек, который нашу культуру уважает Ценит ее То такой человек для якута Лучше друг и брат А если не уважает и не ценит То врагу не позавидуем Расскажите, пожалуйста, о своем отношении к этому инструменту И об отношении к собственным, вот, инструментам, которые вы сами создали То есть разные же мастера по-разному относятся к своим инструментам Некоторые говорят, что это как дети, для них живые Кто-то говорит, что это просто инструмент, предмет некий Что вы можете сказать об своем отношении именно к варгану, к музыке варгана? Отношение к инструменту Какое, может быть, отношение к тому, что ты сделал своими руками? Естественно, самое уважительное И даже отдавая его в другие руки Все равно как-то внутренне переживаешь А не сломали ли его? Потому что многие, допустим, по незнанию ломают инструменты А потом говорят, да, тут так и было, мол Я не виноват У меня был такой пример здесь, в Хабаровске Один Еще до моего знакомства с якутами Я делал инструменты по традиционной схеме То есть внутреннюю поверхность дек Как делают все-все мастера практически Ну, исключая, которые делают на фрезере Там схема идет уже как у Готовцева Кстати, у Готовцева его метод запатентован А то он мне сам сказал И вот у меня один человек тоже приобрел хамус Мне говорит, для медитации надо Все там туда-сюда А где-то через месяц он меня находит И говорит, у меня беда Я говорю, какая? Сломался Я говорю, как сломался? У меня вот хамусы я играю Ну, моему личному, на котором я играю Вот уже, наверное, лет шесть Если не больше Играю только на своих инструментах И очень за редким исключением На инструментах других мастеров Но все, что связано с мелодиями Я работаю только на своих Потому что я знаю, как они себя ведут Каждую черточку Каждый звук Я знаю, какой звук будет Через секунду или через полсекунды Я спрашиваю, как ты сломал? А у меня, говорит, приятель Попросил поиграть И отдал ему помедитировать А у него ребенок четыре года А он дал ребенку А у хамуса же хвостик загнутый Кончик А ребенку что? Ой, загогулина интересная Потянул, отломал Ну, все верно Ну, факт то, что человек ему, конечно Заплатил за хамус А он у меня купил еще один Ну, в принципе Как говорят якуты Я как-то разговаривал на одной из выставок С одним тоже якутом Долгое время работал преподавателем Географией в школе Ореневодом был И мы с ним, наверное, часа Три, наверное Не меньше Разговаривали вообще Он говорит, что Хамус в чужие руки давать нельзя У якутов есть правило Тот инструмент, на котором ты играешь Нельзя давать даже Просто посмотреть в чужие руки Ты можешь показать его на ладошке на своей Взять пальцем его, покрутить перед носом собеседника Но ни в коем случае не давать Просто даже на ладонь положить В принципе нельзя Исключение только делается для мастера Потому что мастер в основном делает инструменты Не для себя А для людей Поэтому мастеру это делать можно Дать инструмент, чтобы его попробовали Показать, все Но если ты владелец и играешь Но ты не мастер Изготовитель То давать чужие руки не рекомендуют Потому что инструмент просто может обидеться Потому что он как живое существует Потому что он как живое существует И как воспитал Выпустил в большую жизнь Ну вот, кстати, сейчас закончил Хамус Сейчас посмотрим, что он нам покажет Сейчас мы по ходу пьесы подгоним и попробуем Что он там выдает нам А вы считаете свои инструменты? Вы можете сказать, сколько вы сделали? Поначалу считал, а потом перестал Ну, я думаю, может Штук 300, может 400 Ну, максимум 500 Это, наверное, не больше Поначалу первые годы, когда я только начал У меня в год выходило, делал И вот подсчитал За год 17 инструментов Ну, тогда вы Тогда это не было вашей основной работой Так сказать На тот момент, конечно А сейчас вы занимаетесь этим действительно профессионально Сказать Вы же Это ваша основная работа на сегодняшний день Правильно? Ну, да, в принципе Ну, все равно В месяц Вот можно даже посчитать За месяц я могу сделать Ну, 4 Ну, от 3 до 5 инструментов В орган в неделю Хамус в 1 неделю Ну, примерно, да Где-то 7-10 дней Вот так вот Получается Ну, если там сильно напрячься И сидеть побольше времени Ну, 5 штук я сделаю в месяц Ну, все Это предел Это как раз Для тех людей Которые думают Почему такие инструменты Такие дорогие Допустим Да Потому что это абсолютно полностью Ручная работа Кроме Применения некоторых Электрических инструментов В основном Ручная Ну, я скажу По корпусу То есть Только наружная часть деки С водкой Делается на наждаке Все Больше наждака здесь нет Все остальное Напильники и руки Валировка Ну, и Молоток Да Язычок Только самое-самое грубое То есть Язычки я не режу Болгаркой Как многие Я их рублю То есть Как научил меня Готовцев Он Язычки рубит Я говорю А почему не режете? Он говорит Ну, когда болгарка Режет Болгарка же нагреет сильно То есть Ведется Ведется Отпуск язычка А это Нежелательно И он Меня научил Как его рубить Эту сталь Легированную Вот так я и рублю его Поэтому Чтобы Допустим Вот На наждаке Вот этот сруб Острый Вот снимаешь на наждаке А потом уже Геометрию выводишь Только напильником Толщину язычка Либо напильником Либо Бормашинкой Подснимаешь Но бормашинка Опять же Очень-очень нежно Чтобы не перегреть его Все Только ручная работа И полировка Ведется Только вот На округе На наждаке Все Остальное Все руками Еще Могу сказать Что ваши инструменты Отличаются Так Скажем От Большинства Варганов И хомусов Даже Тем что Они Очень красиво Выглядят Всегда украшены Чем-то Вы часто Делаете Украшения Уникальные То есть Для каждого Инструмента Как Сформировалось Такое Отношение К Украшению Внешнему виду Я бы не сказал Что уникальные Потому что Допустим Есть мастера Которые Профессиональные Ювелиры Или работают Допустим В паре С ювелиром И Естественно Что ювелирная Работа Отливка Корпуса Или Ювелирное Украшение Которое Сделано Профессиональным Ювелиром Намного Красивее Смотрится Чем Мои Работы У меня получается Знаешь Как бы Такое Архаичное Я бы сказал Украшение Но Может быть Тем самым Архаичный инструмент Должен иметь Архаичное украшение Я так думаю Почему бы Нет Я с вами Согласен Да И Такие украшения И выглядят Именно Нарочито Сделанными Вручную Так сказать Ну просто Знаешь Это Интересный стиль Как я Начал Украшать Я просто Как-то У меня Супруга Посоветовала Говорит Ну Что-нибудь Сделай Чтоб Красивее Смотрелось Но красивее Оно и дороже Будет Соответственно И я Первый Попробовал Сделать Из бронзы Выпиливал Нарисовал То есть Ну Скопировал Голову Лошади Вот И как Такой Типа Барельевчика Делал Накладочку Из Нержавейки На нее Этот Лошадиную Головку Делал Потом Даже Начал Не с лошади На голове А начал Просто С ящерки Обычная Ящерка Такая В беге Изображенная А потом Сделал Голову Делал Волка Делал Также Из бронзы Просто На накладочку Глухаря Как-то Делал Собаку Делал Из бронзы Она Смотрится Красивее И Получается Как бы Хамус Вот так У всех Одинаково А так Встретились Там Десять Человек Вроде Мастер Один А рисунки У всех Разные Хамус Разный Получается Я думаю Никто Не будет Спорить Что Ваши Именно Хамус Они Собственно И внешним Видом Выделяются Конструкцией Так сказать И Именно Украшениями Тоже То есть Своеобразно Но Тем не менее Тут Стоит Наверное Сказать Что Все-таки Основная Как бы Стоимость Варгана Все-таки Складывается Не из Украшений Я думаю А из Все-таки Работы Над Скажем Конструктивной Частью Может быть Но Бывает Что Украшения Сильно Удорожают Ну Смотря Как Ну Допустим Вот Как-то Просили Мне поставить Камень Украсить Хризапрас Извини Меня Хризапрас Оказался Самым Дорогим В магазине Вот Я брал Камень Там 24 Карата Вес Они На Караты Продают Раньше Вот Как-то Одно Время Такого Не было Обычный Натуральный Камень Не скажем Что он Супер Драгоценный Натуральный Обычный Камень Такие Полудраги Их Называют Они Продавались Штучно И Зависела Цена От Размера Побольше Цена Побольше А потом Какое-то Время Они Перешли Сперва Вес В граммах Пошел А потом Раз Допустим Взять Допустим Вес Одинаковый Будет Два Камня По Десять Грамм Каждый Одного Цена Будет В граммах Исчисляться Сто Рублей За Грамм Допустим А второй Переведут На Караты По Сто Рублей За Карат А в Одном Грамме Три С лишним Карата Вот Представь Себя Ценник Вот Хризапрас Оставил Хамус Выше На Девять Пятьсот Поэтому Все Зависит Еще От Камня Какой Самые Такие Простые Которые До Сих Пор Еще Продают Ненавес Поштучно От Размера Это Агатики Они Тоже Очень Красивые Камушки Попадаются Не Самые Плохие Поэтому Такой Хамус И Будет Стоит В пределах От Шести Шесть Пятьсот Тоже Зависит От Размера Камни По Размерам Продаются Продолжение следует Продолжение следует...